Учим специфические слова, которые нужно знать, чтобы пройти интервью на гражданство в США. В анкете N-400 есть слово A-L-E-S-E-S, A-L-E-S-E-S. Конечно же, необходимо знать, что это слово обозначает псевдонимы. Помимо того, что нужно знать это слово, офицер может у вас спросить, What does it mean? A-L-E-S-E-S? Что значит A-L-E-S-E-S? И вам необходимо сказать additional name that a person uses. Дополнительное имя, которое человек использует. A-L-E-S-E-S. It means additional names that a person uses. В двенадцатой части анкеты встречается глагол to smuggle. Необходимо знать, что этот глагол обозначает провозить что-либо контрабандой. То есть незаконно. Помимо того, что нужно знать глагол to smuggle, что это провозить контрабандой, Офицер у вас может спросить, What does it mean? How do you understand? To smuggle. И нам нужно с вами сказать. It means to move something illegally in or out of the country. To move something illegally in or out of the country. В двенадцатой части интервью встречается такое словосочетание. Illegal gambling. Играть нелегально, незаконно. Незаконные азартные игры. Помимо того, что нужно знать, что это значит, можно попасть на тот вопрос, что офицер спросит, What does that mean? Что это значит? Explain to me. И мы будем с вами объяснять. It means gambling. If it's not allowed by the law. Это значит азартные игры. Это значит азартные игры, если они не разрешены по закону. Or without a license. Или без лицензии. So what does it mean? Illegal gambling. It means gambling. If it's not allowed by the law. Or without a license. Национальное значение. Национальная важность. Конечно же, офицер у вас может спросить, What does it mean? National importance. И вы ответите. It means something important for the nation. Это значит что-то важное для нации. It's interests. Интересы этой нации. National importance. It means something important for the nation. It's interests. False. В двенадцатой части встречается это слово. И нам, конечно же, нужно знать, что это слово значит. False. Это слово переводится ложь. Офицер может у вас спросить, How do you understand false? И вы скажете, It means a statement, утверждение, that is not true. Это утверждение, которое неправильное, недействительное. False. It means a statement that's not true. В анкете N-400 встречается слово legally incompetent. Legally incompetent. Конечно же, необходимо знать, что это слово переводится как недееспособный. То есть человек, который не может принимать самостоятельно по закону за самого себя решение. Офицер может у вас спросить, How do you understand these words legally incompetent? И вы скажете, It means a person can't make decisions for yourself because of mental problems under the law. It means a person can't make decisions for yourself because of mental problems under the law. В анкете N-400 есть такое слово, как an immigration benefit, an immigration benefit. Конечно же, нужно знать, что это слово значит. Иммиграционная льгота, иммиграционное пособие, бонус, бенефит. Безусловно, офицер может спросить, Во-первых, есть у вас это или нет? Брали вы это или нет? И помимо этого, How do you understand? И вы скажете, Mr. Officer, It means advantage of profit gained from immigration. Это значит преимущество или прибыль, которые были получены от иммиграции. It means advantage of profit gained from immigration. Current spouse. Это слово очень часто встречается в интервью на гражданство, потому что офицеру важно, чтобы вы сказали, есть ли у вас current spouse. Безусловно, нужно знать, что это слово переводится как настоящий супруг, действующий супруг. Офицер, помимо того, что поймет, понимаете ли вы это слово или нет, спросит у вас, Can you explain to me? What does it mean? Current spouse. И вы ответите, It is the person you are currently married to. Это человек, с которым вы состоите в браке, прямо сейчас. It is a person you are currently married to. В анкете встречается такое слово, как Non-combarant services. Non-combarant services. Конечно же, нужно знать, что это не боевые службы, сервисы, которые проходят в рядах вооруженных сил. Офицер у вас может спросить, How do you understand non-combarant services? И вы скажете, It is a job, это работа, in armed forces, в вооруженных силах, without fighting, без сражения, like cooking, driving, как приготовление пищи, вождение автомобиля. Во время интервью на гражданство встречается такое слово, как Arrested. Конечно же, необходимо знать значение этого слова для того, чтобы пройти интервью на гражданство. Помимо того, что мы должны знать с вами это слово, мы должны уметь его объяснить. Итак, Arrested. Arrested. It means арестованный. Офицер у вас может спросить, How do you understand? What does it mean arrested? И вы скажете, It means, это значит, to keep a person, содержать человека, in custody, by law, под стражей, по закону. Arrested. It means, to keep a person, in custody, by law. Во время интервью на гражданство офицер у вас может спросить, What is this? U.S. C.I.S. Что значит U.S. C.I.S.? Безусловно, это одна из самых важных организаций для иммигрантов, поэтому, конечно же, нужно знать, как, во-первых, это читается, во-вторых, что это значит. Мы с вами знаем, что это иммиграционная служба Соединенных Штатов Америки. Если офицер у вас спросит, So what does it mean U.S. C.I.S.? Вы скажете, Mr. Officer, it means United States Citizenship and Immigration Service. Это иммиграционная служба Соединенных Штатов Америки. Если вы хотите знать все самые главные слова в интервью на гражданство, приобретайте вот этот словарь на карточках. Он задержит слово и содержит перевод. Этот словарь на карточках содержит 88 только самых важных слов, которые нужно знать, чтобы пройти интервью на гражданство в Соединенных Штатах Америки. Ребята, мы напечатали лимитированное количество карточек, поэтому не тяните, пожалуйста, приобретайте сейчас, пока они есть. Звоните нам в офис на телефон 561-576-8637 или проходите на наш сайт www.english2dream.com slash vocabulary Ссылка в описании к видео и в комментариях.